ОБСЕ говорит о появлении на фронте некой третьей силы, что стреляет и провоцирует продолжение войны. Таинственно. Из Донбасса наши специальные корреспонденты Александр Ревунов и Александр Билибов. Эти укрепления передовые позиции обороны ополчения в районе населенного пункта Еленовка. Отсюда до позиций украинских силовиков, если брать по прямой по дороге, не больше двух километров. Ежедневно украинские силовики обстреливают позиции армии ДНР. Вот с того поля, в прямой видимости, метров 800 выезжают танки и бьют по жилым кварталам и позициям ополченцев. Сегодня с украинскими танками бойцы здесь борются тем же, чем 70 лет назад. Их деда отстреливали тигров и леопардов вермахта. ПТРС, 41-го года выпуска, трофей, ну, как говорится, с укропи. Пользуемся вот противотанковый патрон. Вставляется вот так вот снизу. Вот артиллерию противника ополченцам не достать. Зато снаряды, выпущенные с украинских позиций, прекрасно долетают до 4000-го поселка. Остаток урагана, который мы вчера ликвидировали, который прилетел три дня назад. От тяжелого урагана, вы сами знаете, они должны были отвезти как минимум на 70 километров на безопасную зону. Но раз свежий прилетел, значит, никто ничего не отводил. На этих кадрах, которые в сеть выложили сами украинские силовики, позиции батальона «Азов» под Широкино. Нацгвардейцы корректируют минометный огонь по мирным жителям, осмелившимся выйти на улицу. Я не могу, я если где-то... А вам стреляют? Ну, наверное, наверное. Я заскакиваю, у меня глаза уже не видят. Я выхожу, у меня все черное, потому что я в подвале сижу день и ночь. А селок Широкино по-прежнему остается одной из самых горячих точек на так называемой линии соприкосновения. По ночам сюда заходят диверсионно-разведывательные группы и расставляют ловушки, попасть в которые может каждый. Присели! Во вторник военкор телеканала «Звезда» Андрей Лунев подорвался на растяжке, поставленной украинскими силовиками. Из Широкино в больницу журналистов вывозили под шквальным огнем. Звуки выстрелов сейчас пытаются вывести раненого журналиста. Но украинские силовики ведь не дают этого сделать. Они завязали бой на окраине поселка Широкино. Слышно звуки выстрелов. Это стрелковое оружие, автоматы и пулеметы. В столице Донбасса сейчас тоже неспокойно. Всю неделю по городу бьет украинская артиллерия. Целятся в основном по жилым кварталам. Вы знаете прекрасно, что три дня назад была попытка прорыва в город Донецк с силами батальона национальной вардией совместно с вооруженными силами Украины. Как это можно сказать? Да, там Днепр один сказал, что мы провели разведку боем. Но артиллерийская поддержка была батареей вооруженной силы Украины. Донецкий аэропорт – это сейчас основная линия обороны самого города. В том, что осталось от терминала, сейчас закрепились ополченцы. Но ежедневно на их позиции не прекращают атаки украинские силовики. Предпринимают попытки прорыва и обстреливают позиции ополчения из артиллерии. Вместе с бойцами идем на самый верх. Оттуда украинские позиции в прямой видимости. Бьются 120-х минометов, 80-е, васильки. Ну, работают по нашей стороне. На передовых позициях армии ДНР по-прежнему только стрелковое оружие. У нас автоматы, технику у нас отвели, а у них вся техника стоит. У них тепловизоры, ночники, у них специальные камеры поднимают на башни. До 40 километров он в компьютер видит все, все движение. Нельзя не подползти, ничего абсолютно. Все заминировано, у них все подходы. Вот так вот. У них очень хорошее оборудование, все натовское или американское. Ополченцы говорят, в день им приходится отражать по несколько попыток прорыва своих позиций. При этом противник несет серьезные потери. Но для украинских силовиков гибель своих солдат, похоже, слабый сдерживающий фактор, как, впрочем, и многие международные договорились.